Телефонные номера казахстанцев продают в интернете в свободном доступе. За базу контактов просят от 2000 тенге. Так наши данные попадают в руки злоумышленников, которые потом докучают нам своей рассылкой и звонками. Как происходит утечка? И можно ли это предотвратить? Узнавала Анастасия Новикова. Базы телефонных номеров продают в интернете. Их можно купить от 2000 тенге и выше, в зависимости от количества абонентов. Базу можно выбрать не только по городу или районную, но и по предпочтительной аудитории – мужчины или женщины определенного возраста. Эти номера покупают для того, чтобы затем делать рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа. В Минцифры говорят, такое распространение персональных данных незаконно. За нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность согласно статье 79 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также уголовная ответственность согласно статье 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Правда, для того, чтобы привлечь нарушителей к ответственности, нужно заявление пострадавшего, если тот обнаружит свой номер телефона в подобной базе данных. Но вряд ли кто-то будет покупать ее просто так. Специалисты говорят, номера утекают в сеть разными способами. Это может произойти при взломе различных сервисов. Их также продают нечистые на руку сотрудники компаний. А еще это происходит во время регистрации на различных сайтах. Чтобы на ваш номер не приходили сомнительные рассылки и не поступали звонки, эксперты советуют использовать своего так называемого цифрового двойника. Если уж вам необходимо использовать какой-то номер телефона для регистрации постоянно где-то, то не делайте это с вашим основным номером. Купите вторую сим-карту, положите там ваш телефон либо в какой-то отдельный, дополнительный, простой и храните ее только для этого, чтобы единоразово получать смски для регистрации. Больше ничего. Тогда, если какая-то база и утечет, вы точно будете знать, что это ваш не основной номер и что, в принципе, на тот номер можно вообще не брать трубку с него, потому что туда точно вам никто важный не позвонит. Специалисты советуют не оставлять свои номера на сомнительных сайтах и сервисах и соблюдать хотя бы минимальную приватность в соцсетях.